Мне кажется, это будет самый лучший макбанг для меня точно, потому что... Нет, я не поздоровалась. Всем привет, мои любимые! С вами Айка Эмили, и я снимаю очередное новое видео. Сегодня мы опять же будем кушать, и будем кушать мои любимые вещи. Вещи. Продукты любимые. Это консервированный ананас. Я их просто обожаю. Это маслины без косточек. Вот именно без косточек. Это прям любовь моя. И это крабовые палочки. Причем я взяла самые дорогие крабовые палочки. Мне интересно, чем отличаются дорогие от дешевых. Очень сейчас вообще не в тему. У меня сломался ноготь. Я думала сначала переделать, потому что так будет выглядеть как-то неопрятно. Потом подумала, пока я тебя буду переделывать, уже будет темно, и видео получится не очень. Я не знаю, как вы. Мне лично нравится видео именно вот с этого ракурса. Вот как зритель, я же тоже смотрю свои видео. Мне нравится с этого ракурса и при дневном освещении. Крабовые палочки макаем в соус. Вот так вот. Необычный вкус, кстати. Такое ощущение, что при их создании участвовал краб. С детства очень люблю крабовые палочки. Пошла в супермаркет. Целый час туда-сюда топталась. Думала, что взять, чтобы вам заснять. А потом я подумала, возьму то, что я люблю. Вот эти три продукта я просто обожаю. Я могу их вместе кушать. Я получаю колоссальное удовольствие. Кстати, насчет цены. Я хотела вас спросить. Вот когда я снимаю мукбанки, вам интересно, когда я говорю цены? Например, сколько стоят консервированные ананасы? Или, например, я скажу, сколько стоят такие крабовые палочки? Просто я так понимаю, что многие не живут в Азербайджане. Я думала, что всем будет это неинтересно. Но потом я вижу в комментариях, что люди пишут, например, а у нас это дешевле стоит, а у нас там дороже или еще что-то. Сравнивают. И тем самым я тоже узнаю новую информацию. Обожаю, обожаю. Я обожаю сочетать сладкое и соленое. Когда я ем огромный торт, я не могу наесться. Мне обязательно надо в конце съесть что-то соленое. И то же самое. Я ем что-то соленое. В конце, чтобы насытиться, мне нужна хотя бы маленькая-маленькая шоколадочка. Причем, если брать свежие ананасы, консервированные, мне больше нравится консервированные. Он более сладкий, он более такой, знаете, мне кажется, даже вот консервированный ананас на вкус более натуральный, чем который не консервированный. Раньше, кстати, я оливки не любила. Я вам говорила, да, я три видео сняла. И оказалось, что микрофон не работал и пришлось их просто удалить. И там как раз-таки было видео, где я кушала рыбу. Я спросила у вас, какое видео вы хотите увидеть на моем канале. И там много кто написал, что никогда не было рыбы. Я подумала, что мне не сложно. Сняла рыбу, там были маслины, были оливки. Такое видео классное получилось. Пришлось удалить. По традиции, здесь смотрим, какие вопросы вы мне задали. Я решила, что теперь буду отвечать на первые десять. И первый вопрос, когда выйдет новое видео? Завтра в двенадцать. Что бы ты сделала, если бы тебе дали шанс поехать в Германию с семьей? Я, к сожалению, в Германии никогда не была. Я не знаю, понравится мне там или нет. Но если с семьей, это меняет дело. С семьей куда-то переехать я бы хотела. А вот одна нет. Крабы вообще божественные. Следующий вопрос. После какого класса ты ушла, хорошо ли ты училась в школе и в университете? Вообще про университет я вам скажу так. Если ты даже будешь закрывать все зачеты на пять, это не говорит о том, что ты сразу, как закончишь универ, найдешь хорошую работу. Но опять же, я не могу говорить про все специальности. Я про экономистов. То есть то, что мы учили в университете, мне, по большому счету, мне вообще не понадобилось. Только языки, Excel, Word, информатика, так скажем, да, бухгалтерия и иностранные языки. А все остальное, что мы учили в университете, мне не нужно было. Хотя я работала по специальности. Год. Я закончила управление. Я работала помощником директора. То есть по идее, то, что я училась в университете, я должна была применять. Но это вообще не работало. Но есть такой момент. После учебы в университете у меня как бы... Мне проще стало излагать свои мысли. Раньше у меня так было. Я читаю книгу, я ее пересказать не могу. Вот это ты готовишься к экзаменам, ты ночами сидишь и учишь, сама себе пересказываешь, потому что хочешь, не хочешь на экзамене, ты должен это все рассказывать. У нас в университете, Гарби, Каспий университет, был такой огромный просто минус. Вот, например, день экзамена. И ты не смог сдать, например, ты себя плохо чувствовал, или у тебя какие-то семейные обстоятельства, ну, всякое бывает же, да. Не смог сдать, сразу срез. У тебя нету второго шанса. Потом ты на этом предмете сидишь еще полгода. И плюс платишь деньги за этот предмет. Если ты один срезался из всей группы, то ты платишь вдвойне больше. Некоторые предметы доходили до 400, до 500 монат. А это большая сумма для одного предмета. Потом уже сделали, когда мы уже заканчивали универ, две попытки. По идее, так и должно быть. Может, я переволновалась, или еще что-то произошло. Почему нельзя пересдать? А сразу нужно повторно сидеть на этом предмете. Это вообще было глупо, реально. Мы с таким страхом заходили на экзамен. Как же это вкусно. Все-таки дорогие крабовые палочки намного вкуснее, чем дешевые. Здесь даже, знаете, привкус какой-то другой. Итак, дальше вопросы. Если вдруг поправишься, что будешь делать? Конечно же, буду худеть. Пойду в спортзал. Или буду сидеть на диете. Вот. Но слава богу, у меня очень хороший обмен веществ. И хоть я очень много ем, я не поправляюсь. Это очень круто, потому что я очень люблю поесть. Люблю есть у меня вкусное что-то. Я вот прям уверена, что я не смогу просидеть на диете, на гречке, например. Я есть только гречку. У меня прям, знаете, как наркомания, как зависимость. Мне всегда хочется что-то вот вкусненькое, ну вот покушать, не знаю. Я получаю кайф от того, что ем то, что я люблю. Вот, например, сейчас я съем вот этот ананасик. Это. Так, следующий вопрос. Сколько существует твой канал? Я уже очень много раз вам говорила. Моему каналу скоро будет 2 года. На мой взгляд, это небольшой срок. Учитывая тот момент, что первый год мой канал развивался очень слабо. Первые 100 подписчиков я набрала за 2 месяца. А сейчас каждый день подписывается 300 человек. Представляете? Какая большая разница. Какая у тебя цель, сколько хочешь подписчиков в Инстаграме и в Ютубе? В Инстаграме я обожаю своих подписчиков за активность. Я прям реально в шоке от того, что у меня всего 15 тысяч подписчиков. И мои сторис смотрят 8 тысяч человек. Все пишут, что-то высказывают, не знаю. Очень активные, мне это очень приятно на самом деле. А что касается подписчиков, я очень-очень хочу 100 тысяч. Миллион это просто как мечта. В глубине души мне, естественно, не очень верится, что когда-то будет миллион. Но хочется, конечно, хочется. Сколько народу было в супермаркете? Это вообще что-то. Я специально не говорю название супермаркета, потому что под одним из видео, где я сказала, куда я хожу всегда за продуктами, начали писать, что это реклама. Нет, это не реклама. Замечаешь, что на Ютубе повсюду ты? Я не замечаю это, потому что мне Ютуб не рекомендует мои видео. Я не знаю, как часто я выхожу у людей в рекомендованных. Если вы смотрите 2-3 моих видео, автоматически Ютуб начинает рекомендовать. Еще там такой момент, я вам рассказывала, да? Ютуб сам продвигает ваше видео в том случае, если ваше видео смотрят до конца. То есть удержание аудитории, есть такое понятие. Как только зритель заходит на ваше видео, если он выходит, то это уже удержание аудитории падает. Я вам говорила, да, что я к дерматологу начала ходить. Прошел один день. Я не знаю, это самовнушение, или действительно уже результат есть. Так вот, если мне это все лечение поможет, я в подробностях просто расскажу и сниму видео, потому что, быть может, в вашем городе, например. Нету таких кожаных диспансеров именно. Следующий вопрос. Когда будет видео о киндере? Вся продукция киндер, ты же обещала. Я даже не знаю, когда будет, потому что, мне кажется, мало кому интересно эта тематика. Вообще сладкая. Что-то, когда я снимаю, все пишут, а давай суши, давай макдоннерс, давай что-то интересное. Это неинтересно. Поэтому, не знаю, пока что. Кто-нибудь отговаривал тебя, когда ты хотела стать блогером? Знаете, как не то, что отговаривали многие, не то, чтобы поддерживали, они просто говорили, ой, ну зачем тебе это надо? Тебе что, заняться нечем? Вот такие вот вещи много было. Ну, сейчас мне никто ничего не говорит. Так что, все окей. Блин, как это было вкусно, реально. Очень вкусно. Если вы тоже любите оливки или маслины, то ставьте лайк. Ананас, это мой самый любимый фрукт. Даже какой-то сок покупаю. Всегда с ананасом покупаю. И остался последний крабовый палочек. Интересный вопрос, кстати. Сколько денег тратишь на мукбанке? На самом деле, много денег трачу. Это кажется, что это не затратно. На самом деле, каждый мукбанк. Ну, в среднем, например, например, суши стоит намного дороже. Если даже ты все не доел, как-то должно красиво это смотреться в кадре. А поэтому должно быть много. А много стоит денег. То есть это... Хотя вот иногда я доедаю, еще остаюсь голодной. Сейчас я поела. Ну, я что-то еще хочу. Мороженое обучат. Или какой-то пирожок. Я очень надеюсь, что звук записался. Если нет, я пойду повешусь. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, что в следующем видео я ответила на ваш вопрос. Также обязательно пишите в комментариях, стоит ли писать о ценах. Сколько что стоит, где я купила и так далее. Вы не будете на меня наезжать и обкидывать меня камнями, что это реклама. Я вас всех очень, 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 очень сильно люблю. С вами Блэк Эмили. Всем пока.